Петя! 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 Звоните! Алёк, скорая? Скорая? Да, да. Что случилось? Петя, Крилый, что? Что случилось? Плохо. Вызовите кто-нибудь скорую, пожалуйста. Больно! Больно, где больно? Я тебя очень прошу, потерпи, пожалуйста. Да, да, да. Какая смерть? Ты чего? Помогите кто-нибудь! Ну, кто-нибудь, ну, помогите! Что-нибудь сделайте! Скоро будет. Я ехала домой из магазина, когда меня кликнула растерянная молодая женщина. Извините, пожалуйста. А, может быть, вы мне сможете подсказать, где здесь бабка Нина живёт? Да, могу. Хотите, я провожу? Да, спасибо. Идёмте. Послушайте, она правда ясновидящая. Просто у меня сейчас такое происходит. А это все к ней? А у вас кто-то болеет? Уж умирает. Пойдёмте, я вас проведу. Погнина. Погнина просто моя бабушка. Да, Лина. Лина помогала бабушке принимать клиентов. Святая Матрона, спаси и помоги. Святая Матрона, спаси и помоги. Ну, что стоишь-то? Вон, вишни, бери, ешь. Да ешь, ешь, не отравишься. Когда люди впервые видят бабушку, они всегда пугаются. Марина, дай полотенце влажное. Значит, чахнет твой жених? Откуда вы знаете? Лина, дай мне варёное яйцо. Сейчас. Аня, скажи, чтоб там не галдели. Хорошо. Хорошо. Мешают. Хорошо. Пожалуйста. Свеженькая, да? Свеженькая. Утренняя? Ой, спасибо большое. Ягоды, пожалуйста. Пожалуйста. Молочко ещё кому, пожалуйста, домашнее вкусное. Потише, пожалуйста. Вы бабушке мешаете. Помогите мне, пожалуйста. Эдик совсем плохой стал. Серый какой-то и всё время говорит о смерти. Ну, так что ж ты хотела? Ты же его приворожила. Приворот, особенно чёрный, да ещё на кладбище сотворённый – плохое дело. Естество человека восстаёт против приворота. Вот он всё силы свои и теряет. Приворожённые долго не живут. Но я же хотела как лучше. Кому лучше? Тебе? Клянусь вам, я никак не хотела навредить Эдику. Поймите меня правильно. Просто я его очень люблю. И я хотела, чтобы мы всегда были вместе. Силы в тебе много вижу. Прабабка твоя чёрными делами занималась. К тебе перешли некоторые её способности. Потому ты и смогла приворожить Эдуарда. Сама. Без чьей-либо помощи. Теперь отворот нужен. Снова тебе на кладбище идти. И как можно быстрее. Нет, если я сделаю отворот, то он меня бросит. Если не любил никогда по-настоящему, то да. Но ты же ему жизнь сохранишь. Разве тебе этого мало? Не знаю. Я сама без него не смогу жить. Каждый человек сам волен выбирать, как ему поступить. Но о последствиях я тебя предупредила. Нет, я так не могу. Мне надо как-то подумать. Недобрый знак. Да, бабушка может вот так. Скажет человеку правду. А что с человеком будет, когда он это услышит? Я была уверена, что Люба послушает совет бабушки. Однако Люба так и не решилась на отворот. Она успокаивала себя тем, что все как-нибудь само уловится. Ну что врач сказал? Да, вообще ничего не нашли. Анализы все хорошие. Здоров, как словно. Ну вот видишь, я тебе говорила, что все хорошо. Просто усталость накопилась. Давай съездим куда-нибудь, отдохнем. Мне скоро отпуск должны дать на работе. Нет, Люба. Врачи не нашли, я чувствую. Ну что с тобой такое? Просто умирать не хочется. Я же ведь только когда тебя встретил, понял, что такое настоящая любовь. Нет, ну я тебя всегда буду любить. Даже после смерти. Пожалуйста, только не говори так. Все будет хорошо, слышишь? Я тебя тоже очень-очень сильно люблю. Вечером к Эдику с Любой в гости пришла Любина подруга Таня. Именно у нее Люба и увела в свое время Эдика. Люба насторожилась из-за этого визита. Но увидев, что Таня пришла с молодым человеком, Люба решила, что они отвлекут Эдика от грустных мыслей и впустила гостей. Нравится, у тебя правая рука, давай, на красную. А у меня что? Да, о, нормально. Договорился? Привет. Здравствуйте. У тебя, Таня, правая нога на зеленую. Нормально! Ты сейчас одеваешься? Я так на шпагат сяду. Давай, давай, Таня, смотри, он ее жалеет, смотри, как она умеет. Сидит. Тихо-тихо, погоди. Тихо-тихо, погоди. Сигналка сработала. Там оба дверя все забито было. Я к Криву припарковал, не дабуха поцарапай. Так у нас нормальная площадка за домом. Там всегда места есть. Эдь, сходи с ним, проверьте машину. Я смотрю, у тебя с Эдиком все хорошо. Прямо глаз он с тебя не сводит. Приворожила его, что ли? Тань, ну что за бред? Неужели ты до сих пор злишься на то, что Эдик со мной? Уж полгода прошло. Понимаешь, мы с Эдиком очень-очень любим друг друга. Мы реально две половинки одного целого. Мне тоже так казалось, когда мы с ним были вместе. Отпусти. Не могу больше. Не могу больше. Ненавижу тебя, Люба. Ненавижу. Алло. Алло, Аня, здравствуйте. Это вам звонит Люба Русакова. Я знаю, что нужно заранее записываться. Просто не могу больше видеть, как Эдик мучается. Я вас очень прошу, уговорите бабушку принять меня. Нужно срочно сделать отворот. Приезжайте завтра с утра, как можно раньше. Спасибо вам огромное. До свидания. Мне всегда очень интересно наблюдать за бабушкой, как она творит свои чудеса. Вот и в этот раз я напросилась посидеть рядом, пока она будет общаться с Любой. Знала я, что ты придешь. Тот, кто привораживает, мучается не меньше. Отпусти. Так, значит, дошла. Так. На, возьми. Пойдешь на кладбище, найдешь могилу, где у покойника такое же имя, как у твоего любимого. Воткнешь в клубок четыре иглы и скажешь. Пусть утекает любовь приворотная каплями темными, и та ставит она сердце и душу Эдуарда. Иди. Дальше вам надо идти одной. Да. Я все сделаю так, как сказала мне ваша бабушка. Надеюсь, сейчас вы принете действительно верное решение. Это же все ради любимого. Безусловно, здоровье Этика для меня сейчас самое главное. Спасибо вам, Аня. Даже не знаю, что бы я без вас делала. До свидания. До свидания. Ну, где же она? Да не знаю, Таня. Может, закатилась куда-то. Ну, посмотри. Эдик, это кто у нас? Привет. Привет. Слушай, я тут Сережку потеряла, зашла к вам, думаю, может быть, она у вас. Не знаю, я вчера убиралась, не находила. Если найду, позвоню. Тань, ты извини, но мы с Эдиком хотели бы побыть вдвоем. Люба, раскусив хитрость Тани, передумала проводить ритуал отворота. Она поняла, что как только отворожит Эдика, Таня тут же воспользуется ситуацией. Может быть, ты объяснишь, что Таня здесь сделала? По-моему, все эти ее уловки, Сережка, это полный бред. Ну, Люба, ты чего, ревнуешь, что ли? Я же, кроме тебя, ни на кого не смотрю. После визита Тани, Люба с Эдиком собрались ужинать. Обнаружив, что у них закончился хлеб, Эдик вызвался сходить в магазин и пропал. Через полчаса Люба не выдержала и бросилась его искать. Люба была уверена, что с Эдиком случилась беда. Эдик, пойду. Ребята, сам вы слышали, не видели вот этого молодого человека? Нет, нет. Извините, извините, слышали, не видели вот этого молодого человека? Женщина. Просите, вы smell этого молодого человека, не видели? Этот, нет, лет не знаю. Но я когда ушла в магазин, а я скоро отъезжала. Для прохожие сказали, что парень упал прямо на дорогу. Эдик. Через несколько дней Люба привезла Эдика домой из больницы. Как все-таки здорово, что тебя так быстро отпустили из больницы. Ну вот видишь, значит ничего страшного нет. Ты знаешь, Люба, я же думал, все, конец мне пришел. А нет, видно рано еще. Это же знак мне был. Я теперь смерти не боюсь. И знаешь что? Я хочу, чтобы ты не грустила, а улыбалась. Но когда ты улыбаешься, я тебя еще больше люблю. Но мысли о близкой смерти по-прежнему не давали покоя ни ему, ни ей. Люба приняла нелегкое для себя решение провести отворот, который посоветовала ей бабушка. Пусть утекает любовь приворотная темными каплями, доставит она из сердца и душу Эдуарда. Пусть утекает любовь приворотная темными каплями, доставит она из сердца и душу Эдуарда. Пусть утекает любовь приворотная темными каплями, доставит она из сердца и душу Эдуарда. Люба так и не поняла, что же случилось. То ли она неправильно провела отворот, то ли Эдик любил ее по-настоящему. Алло. Алло, Аня. Здравствуйте. Я звоню поблагодарить вас. Я сделала отворот, как бабушка ваша велела. Эдику гораздо лучше, перестал говорить о смерти и сделал мне предложение. О, поздравляю вас. Да, слава богу, Эдик любит меня и без приворота. Я вот сейчас как раз еду от мамы и пригласила ее на свадьбу. Я вам очень благодарна. Вам и вашей бабушке. Просто спасибо вам огромное. До свидания. До свидания. Милый, сюрприз. Вот черт. Привет. Люба, давай поговорим. Таня ушла. Да, я виноват. Нужно было сначала расстаться с тобой. Но пока тебя не было, я случайно встретил на улице Таню. Понял, что я люблю ее. Ты говорил, что я лучшая женщина в твоей жизни. Что ты любишь меня. Прости. На меня как будто какое-то наваждение было. Я думал, что я жить без тебя не могу. А выяснилось, что без Тани. Но я не могу быть с тобой. Прости. Расставшись с Эдиком, Люба решила забыть его. Попробовать сходить на свидание, развеяться. Она надеялась, что другой мужчина сможет хоть как-то отвлечь ее от мыслей об Эдике. Люба, какая-то удивительная. Я просто не представляю, как пройду сегодняшнюю ночь без тебя. Люба, ты очень крутая. Я такой, как ты, вообще никогда не встречал. Мне с тобой очень легко. Стоп. Что это такое? Остановись, пожалуйста. Я не готова. Я не понимаю. Ты же сама меня не позвала. Я так не могу. Прости, но тебе, видимо, лучше уйти. Не люблю, когда девушка дает заднюю. Тем более на такой скорости. Я плевать хотела, что ты там не любишь. Уходи! Да пошла ты, дура! Люба поняла, что никто не сможет заменить ей Эдика. Она позвонила мне и умоляла, чтобы бабушка ее приняла. Я не смогла ей отказать. Ваши документы. Бабка Нина – это наше местное народное достояние. И кого угодно я к ней пустить просто не могу. Нет у меня с собой документов. Ну, тогда я иди отсюда по-хорошему. А то участок заберу. О, это наш участковый. Взомнил себя бабушкиным телохранителем. Аня, ты опять Любу привела? Да, бабуль. Скажи, пусть уходит. Я присушками не занимаюсь. Черное это дело. И отвечать за это счастьем своим. Я прошу вас, верните мне Эдика. Ну, я просто без него не могу. Умрет твой Эдик, коль снова приворот сделаешь. Неправда. До этого не умер. Знаете что, я больше не нуждаюсь в вашей помощи. Я как-нибудь сама сделаю приворот. Люба не послушала бабушку и решилась сделать приворот второй раз. Она прочитала, что ритуал на крови еще более сильный, чем тот, который она делала. Эдуард, заклинаю твое сердце своей кровью. Возлюби меня навечно, будем жить с тобой вечно. Как нет дыма без огня, так тебя нет без меня. Люба, умоляю, прости меня. Я идиот. Я даже не могу поверить, что мог касаться кого-то другого. Мне нужна только ты. Я же умру без тебя. Я тебя прощаю. Я верю, я тебя прощаю. Я тебе позвоню. Хорошо. До вечера, любимая. Люб! Подожди! Я тебя умоляю, я тебя прошу, верни мне Эдика. Ты что, не понимаешь, что ты творишь? Ты же убьешь его своими приворотами. Эдик будет со мной. Если с ним что-нибудь случится, во всем будешь виновата только ты. Повторный приворот навсегда связал Эдика с Любой, но лишил саму Любу ответных чувств. Не сейчас. Извини, я просто очень устала. Как скажешь. Точно все в порядке? Да, просто не хочу. Эдик стал абсолютно безразличен Любе, и она выгнала его. Эдик переехал к матери, но каждый день приходил к Любе и клялся в вечной любви. Умолял впустить его, но Любу не пустила. Бабушка, как всегда, была права. Люба оказалась бессердечной эгоисткой. Эдик умер через несколько месяцев. А Люба жестоко заплатила за содеянное. Теперь она причина на жизнь без любви. И никогда не будет иметь семьи и детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова